ну вот я решил снять баню электрическая требует подсоединение 220 и 240 вольт поэтому к ней и специальный кабель желательно ее расположить на улице вот так же можно ее было бы сделать под навес но мы ее оставили на улице потому что так она более привлекательно выглядит что еще тут мы обычно держим под навесом пластиковым таким накрываем как бы сейчас мы ее открыли потому что пользуемся на зиму и накрываем кошка тоже хоть пойти погреться потому что без по моему включение даже хитро температура по по фаренгейту 100 градусов вот 110 и без 10 100 работает она вот электрического вот такого тена еще остался веник с прошлого раза но тут можно так хорошо посидеть погреться причем она очень быстро нагревается за примерно полчаса уже здесь есть 50 60 а если еще посидеть чуть подольше будет все 70 80 иллюминатор такой чтобы можно было не чувствовать кластрофе кластрофобического состояния вот это баня сделана из канадского кедра у нее сколько-то они этих штук сделали этих бань потому что она имеет форму не цилиндрическую а именно а именно как настоящая бочка не знаю из под коньяка или из под еще какого-то алкогольного напитка в общем было немного сделано и в принципе ее надо еще поддерживать потому что ее надо подтягивать вот эти обручи то они сжимаются то они сужаются то расширяются поэтому надо затягивать болты которые там внизу под брюхом находятся вот поэтому мы регулируем их изредка вот сейчас уже надо подтягивать но также ее надо иногда покрывать кое-какими средствами типа лака или олифы вот а так в принципе хорошая вещь и иногда можно как бы и воспользоваться как бы на скорую руку это конечно не на дровах но это очень удобно повернул рычаг и все готово небольшая добавочная информация насчет бочки я взял с рук и наверное уже тоже было лет так наверное 10 я так думаю тяжело сказать потому что на бочке нету серийного номера это все ручная работа но тем не менее я думаю что я лет 10 было и она была в как бы в таком сером состоянии пришлось лаком покрывать я взял по моему около четырех тысяч долларов это канадских примерно столько же австралийских ну и новая такая наверное сейчас порядка стоит 7 8 тысяч плюс ее еще надо собирать потому что их продают в таких коробках присылают на большом таком крейте такая полета большая и ее придется собирать это тоже занимает время и в принципе усилий так что у нас вот она была готова за эту стоимость но немножко рубрики из канадского кемпинга дикого это бесплатное место где можно стоять никому не платить ничто не резервировать приезжать сюда на вот таких вот автобусах и тусоваться короче здесь ездить на мотоциклах по лесу ну и все прочее и еще такая вещь что уже все все свое отпили и свалили короче можно посмотреть народ гуляет но это лишь маленькая толика того что было выпито наверное остальное было куда-то уже выброшено ну а мне приходится сейчас немножко по попрактиковать свои кулинарные способности приготовки плова в диком месте вот сейчас начну разрезать мясо и тушить жарить все подготовил начну вот сейчас прям до заката пока не стемнело солнце уже уходит за горизонт ну все пока ну так не честно так не честно сегодня должна быть кровавая супер луна так называется и сказали что будет она огромная и прям ну совсем тут какое-то чудо чудное и диво дивное а у нас тут дождь пошел ничего что такое но правда сказали что она еще и завтра будет большая так что возможно 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 завтра удастся ее снять это что получается сейчас уже половина июля и значит скоро в австралии дни начнут прибывать потому что ребят вот сейчас время пол седьмого а у нас темники видите как будто ночь глубокая и темнеет я не знаю там уже после пяти часов уже солнышко закатывается так что уже уже постепенно будем будем смотреть на весну хочу так сказать ребят те кто не знает это мой племянник который живет в канаде второй мой племянник живет в америке мой брат живет в алмате моя в австралии и вот так получилось 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 так что раскидала по всему свету в прямом смысле слова так что со своим племянником я вас с одним знакомила и раньше просто он не часто появляется второй по моему вы даже и не видели так что в один день я вас познакомлю со всеми но а брата с его женой когда я была в алмате я она снималась они знаете я очень была рада то что есть очень многие люди которые не дают чтоб их снимали так что а с братом и с его женой было очень легко и и легко и весело снимать хочу так сказать к чему это я вообще к чему это я вообще ребят если вам понравилось это видео не забудьте поставить лайк племяннику может быть он нам снимет еще что нибудь интересное а с вами была я и увидимся очень очень скоро пока мои дорогие а 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